Уикенд был весьма малахольным, противоречивым и валидольным. Руку здесь поднимали тем, кто бой проиграл, но вовсе не тем, кто чаще и сильнее попадал. Папазов у Лулу одолел очень спорно разбитое его лицо, но его морда довольна. А бои Брайана против Гидри и Макаму против Чуну я бы Кингу в попу обратно засунул. А вот к Робсону Консенсияо претензий нет, к Савьера Мартинеса он разобрал и привет. А вот всем остальным стоит боксу у него поучиться и эти знания каждому в будущем пригодятся. Мы выпуск Зериншоу почти заспойлерили, но большую часть тайны все ж сохранили. В новом выпуске вас ожидает все то, что вам кроме нас не расскажет никто. Рад приветствовать всех любителей высокого искусства самозащиты и сладкой науки нанесения мощных, а главное акцентированных ударов. Прошедший уикенд должен был подарить нам только лишь вечер бокса Адона Кинга с двумя боями невнятной консистенции и цвета. Но благодаря вашим письмам мы обратили внимание на еще два вечера бокса, за что вам от нас большая благодарность, поскольку поединки Федора Папазова против Акджола Уулу и Робсона Консенсияо против Ксавьера Мартинеса позволили нам понять разницу между высоким исполнительским искусством и отстойным отстоем вкупе с недоделанными недоделками в остальных боях и ивента и уикенда. Так что давайте пройдем вместе с вами по территории 24 выпуска пятого сезона The Ring Show, где мы проанализируем как состоявшиеся поединки уикенда, так и наступающего. А также вас ожидают маленькие новости большого бокса. Это день его истории, рассказы о великих событиях и личностях, ну а также ответы на ваши вопросы. То есть мы там, где говорят о боксе, только о боксе и ни о чем другом, кроме бокса. В главном поединке вечера бокса от Германа Титова, главы RCC Boxing Promotion, 36-летний Федор Папазов сумел вырвать победу решением судей у 31-летнего Акджола Суламбека Улулу, завоевав вакантный титул чемпиона Азии по версии WBC в легком весе. Папазов в первых трех раундах дал Улулу работать первым номером, нанося больше ударов. Но Федор, благодаря своему опыту и умению работать как встречными ударами, так и от защиты, смог отгонять от себя Акджола, не давая ему развивать инициативу. Середина боя прошла в постоянных обострениях с обоих сторон и размене ударами. Федор и Акджол имели свои удачные эпизоды, но вот навязать сопернику свой стиль и перейти к окончательному доминированию так и не смогли. Казалось, что Улулу обострит бой в финальных раундах, но гематома, появившаяся у него под правым глазом в экваторе поединка, увеличивалась и он решил провести оставшиеся раунды осторожно и не нарываться на неприятности. Видимо, пассивность Улулу и более плотные и точные действия Папазова убедили двух судей отдать ему победу со счетом 97-93 и 96-94. Третий судья дал политкорректную ничью 95-95. После поединка Герман Китов заявил о том, что готовит для Федора неимоверный поединок, что создало интригу. Кто же из легковесов способен сделать сенсацию в городке по восточной стороне Уральских гор? Если не Ломаченко, Хейни или Камбосос, то неужели Джервонта Дэвис? Вот это поворот! В главном поединке андеркарта вечера бокса от Дона Кинга, состоявшегося на арене Паккарт-Мьюзик-Холл, Уоррен, штат Огайо, чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе 32-летний Тревор Брайн впервые защитил свой титул, победив разделенным решением судей 32-летнего Джонатана Гидри. От себя мы можем охарактеризовать этот поединок просто безнадежность бытия, когда один хочет победы, но не может ее достичь, а второй может защитить свой титул, но не хочет этого сделать. Вся проблема Брайана в том, что он идиот, поскольку только идиот может получить преимущество в работе джебом, при этом коряво работать в продолжении своими ударами, и в конце концов, закончив свою атаку, оставаться на ближней дистанции, при этом полностью пренебрегая какими-либо защитными действиями. Благо, что встречные удары Гидри выбило идиотизм из головы Тревора, заставив его собраться. Только в своей собранности и понимании, что и как делать, Брайн никак не мог найти свой темпоритм, чтобы его комбинаторика имела результативность. В работе с прямо стоящими сухостоями Тревор был красавчиком, поскольку искать-то соперника не было необходимости, но против Гидри, что работал в стиле неклассического пикабу, Тревору попасть по нему было очень сложно. С дистанции джеб и кросс еще имели попадание, но последующие удары летели, что называется, мимо кассы. И надо отдать большой респект Гидри, он вел бой бесстрашно, и это давало результат. Но его одиночное попадание без последующих ударов не позволяли ему до конца провести разрушительную работу и добить Брайана. Но надо признать тот факт, что опыт и класс Тревора в работе с джебом и последующей комбинаторикой принесли ему победу на картах двух судей. 118-111 и 116-111, когда Гидри получил победу на одной 115-112 на нашей карте, победа Брайана была со счетом 116-112, и нам кажется это более реальным результатом. И чтобы закончить дискуссию о победителе и проигравшем, давайте признаем, Гидри был более симпатичен любителям бокса. Простой рыбак, добровольный член местной пожарной команды, отец четырех детей, оказавшийся очередным персонажем истории о Синдерелло Мэн, но так и не ставший чемпионом, хотя сделал все для этого. И вторая часть этой истории, туповатый, откровенно запущенный в спортивном плане Тревор, слова которого о его победах против Александра Усика, Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, на фоне его поединка против Гидри, возвращают нас мысли о том, что Брайан все-таки идиот. В главном поединке вечера бокса на арене Паккарт Мьюзик Холл 34-летний чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Илунга Макабу во второй раз защитил свой пояс, победив разделенным решением судей 33-летнего Табису Мчуну. Мы не ошиблись, говоря о том, что Мчуну будет работать осторожно и внимательно. Табиса уверенно контролировал дистанцию своим джебом, проваливая и скармливая Макабу встречные удары, но не стремясь развивать свои атакующие действия. Это было разумно, поскольку Мчуну требовалось точное и мощное попадание, чтобы заморозить и раскрыть Илунга, что давало ему возможность уже продолжить атаку, не боясь нарваться на контр-панчи Илунге или его удары в ответ. На стороне Мчуну также был еще один козырь, это тайминг в защите, помогавший ему уйти от большинства джебов и ударов левой Илунга, пару раз хорошенько приложивший своей левой к лицу Макабу, который таки смог уловить темпоритм действий Табиса в третьем раунде, но забирать поединок под себя Илунге никак не удавалось. С четвертого по шестой раунды боя преимущество Мчуну стало более заметным, особенно в тех моментах, когда удары Табиса левой сотрясали Илунга, но он спокойно их проглатывал и не позволял доставать себя Мчуну ни своим джебом, ни ударами левой. Ну а причина этому была банальной. Илунга не работал плотно, а главное постоянно. Он пытался попасть своим джебом, потом развивать успех последующими ударами, вместо того, чтобы создавать плотное, а главное постоянное давление ударами на Мчуну. У Макабу это начало получаться лишь в седьмом раунде и он начал выходить на свои крейсерские обороты. Табиса избегал большинства ударов Макабу, но это не давало ему возможности атаковать. Впрочем, Илунга, как ни пытался, не смог получить преимущество. По сути, вроде бы как и проиграв концовку боя из-за своей излишней осторожности, но и Табиса не вырвал финал по той же причине. Поэтому поединок, который можно оценивать как умеренно зрелищный и минимально интригующий, принес победу на картах двух судей Илунга Макабу со счетом 116-112 и 115-113. Когда один судья был уверен в победе Табисом Чуму со счетом 115-113, мы же на своей карте отдали победу Илунга Макабу со счетом 115-113. Если помните, мы вас предупреждали, что именно Илунга Макабу более коммерчески выгоден его промоутеру Дону Кингу для поединка против Сауля Альвареса. Табисом Чуму это рабочие сцены, когда Макабу актер созданный для того, чтобы играть первые роли. Но его монолог о том, что в поединке против Канело он будет высококлассно боксировать, для того, чтобы нокаутировать Рыжего, выглядит репризой клоуна на шапитошном цирковом представлении в районном центре. В главном поединке вечера бокса от Боба Арума, состоявшегося на арене Хард-Рок-Отеля, что в Талса, Калифорния, 33-летний Робсон Консенсьяо победил на картах всех трех судей 24-летнего Савьера Мартинеса, завоевав позицию обязательного претендента по версии WBC в первом легком весе. Мартинес, который дебютировал в этом поединке как боксер промоутерской компании Боба Арума, сразу показал, что хочет победить мощно, а главное зрелищно. Весь его стиль, быстрые и мощные удары, которые были точными, но, увы, не были основой для продолжения его атак. То есть попадать получалось, а вот добить Робсона, увы, нет. Вся тактика Ксавьера вкладывалась в алгоритм нанести первый удар и травмировать соперника, заставив его остановиться и раскрыться, после чего, собственно говоря, и добить. Только вот одно не давало Мартинесу раскрыться в этом – высокий класс бокса и защиты Консенсьяо. Робсон прекрасно понимал, что атакующую агрессию Мартинеса надо или ломать в самом начале, или же уходить от таковой, заставляя Ксавьера вымахиваться и падать своей активностью, после чего уже самому атаковать. Оба бойца имели моменты для того, чтобы встряхнуть друг друга своими ударами, но, повторюсь, у Робсона комбинаторика и серийность были куда более производительными на полной дистанции боя, нежели точечные удары Мартинеса. На картах всех трех судей Робсон победил со счетом 190, 99, 91 и 98, 92. Мы же отдали победу Консенсьяо со счетом 98, 92. И после боя Мартинес заявил о том, что признает проигрыш, но счет судей должен быть ближе, нежели оглашенный. А вот Консенсьяо, заявляя о том, что он теперь сосредоточен на одном – получить возможность реваншироваться за проигрыш во втором поединке против Оскара Вальдеса. Получится у него это или нет, особенно если учесть, что Вальдес собирается провести поединок против Шакура Стивенсона, покажет только время. Теперь давайте-ка перейдем от обзоров поединков прошедшего уикенда к маленьким новостям большого бокса. Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Деметриус Андрейд таки перешел во второй средний вес, где его ожидает поединок за право временного обладания титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации против первого номера рейтинга Зака Паркера. Что же касается судьбы вакантного титула уже в среднем весе, то Комитет по проведению чемпионских поединков дал 10 дней командам второго номера рейтинга Жанебека Алим Ханулы и третьего номера Эскива Фалкана для того, чтобы достичь договоренности о проведении боя. Забегая вперед, могу с уверенностью поздравить любителей бокса Казахстана с тем, что у них в среднем весе скоро будут два чемпиона мира. Бывший чемпион мира в легком весе Теофима Лопес заявил о своем желании в апреле-майе вернуться в ринг уже в первом полусреднем весе, где его соперником может стать Арнольд Барбоса. По словам менеджера Лопеса Дэвида Макуотера, пока кандидатура Барбоса является предварительной, а даты поединка нет и в помине. Ну и сейчас Лопес находится в Гондурасе, куда он был приглашен на инаугурацию первой женщины президента Гондураса Сиамары Кастро. Комитет WBO по проведению чемпионских поединков одобрил просьбу промоутерских компаний Мэнни Пакьяу Эйди Хирна о проведении 23 апреля поединка чемпиона мира. По версии WBO в легчайшем весе Джона Риэля Касимера и обязательного претендента Пола Баклера. Напомню, что поединок Касимера против Баклера должен был состояться 11 декабря прошлого года, но был перенесен из-за заболевания Касимера коронавирусной инфекцией. Глава Куинсберри промоушен с Фрэнком Уоррен, занимающийся делами чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри в Европе, победил в промоутерских торгах и стал организатором боя своего подопечного против обязательного претендента Диллиана Уайта, чьим промоутером является Эдди Хирн. Фрэнк предложил в качестве призового фонда 41 миллион 25 тысяч долларов, перебив ставку Хирна чуть менее чем на 9 миллионов. Напомним, что Тайсон получит 80% гонорара, что составит 32 миллиона 820 тысяч долларов, а вот Диллиан будет довольствоваться 8 миллионами 205 тысячами баксом. Предварительно бой должен состояться 23 апреля в Лондоне. 31 января 1959 года в аргентинском городе Кардобо родился Сантос Бениньо Лосьяр, владевший титулом чемпиона мира по версии WBC в первом легчайшем весе. А вот 1 февраля 1900 года на арене Татар Сол, что в Чикаго, Иллинойс, Терри МакГовран завоевывает вакантный титул чемпиона мира в полулегком весе, нокаутировав в пятом раунде Эдди Сантрим. 2 февраля 1889 года в Лондоне родился чемпион Британии, Европы и мира в наличайшем весе Сид Смит. Также в этот день, но 1891 года, во Фрэнкфорте, Индиана, родился Эрнес Катлер Прайс, более известный как чемпион мира в полутяжелом весе Джек Дилан. А вот в этот день, но 1913 года в Сан-Франциско, Калифорния, родился чемпион мира в среднем весе Альфреда Апостоли. И в 1973 году в Исуочи Нигере родился и Кемифула Чарльз Ибиабучи, или один из сильнейших контендеров хэви-вэйт 90-х годов прошлого столетия Айк Ибиабучи. 3 февраля 1938 года в Сент-Томас, Виргинские острова, родился Эмиль Альфон Гриффит, владевший титулами абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе и титулом чемпиона мира по версии WBC в средней весовой категории. А в этот день, но только 1958 года в Сантьяго Тиангунсенко, Мексика, родился чемпион мира по версии WBC в полулегком весе Сальвадор Санчес Нарвайес. 4 февраля 1973 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, родился олимпийский чемпион 1992 года, обладатель титулов чемпионов мира в шести весовых категориях, глава промоутерской компании Оскар Голденбой Далахоян. 5 февраля 1904 года в Рокфорде, Иллинойс, родился Сальваторе Мандало, владевший титулом абсолютного чемпиона мира в легком весе и более известный как Сэмми Манделл. 6 февраля 1869 года в Бирмингеме, Англия, родился чемпион Великобритании и мира во втором легчайшем весе Билли Плиммер. И 7 февраля в Лондоне родился Терри Марш, владевший титулом чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе. И в этот день, но 1960 года, в Стоктоне, Калифорния, родился чемпион мира по версии WBO в первом полулегком весе Тенни Митчелл. 6 февраля 1993 год арена Мэдисон-Сквиагарден Нью-Йорк-Сити. В главном поединке вечера бокса от промоутерских компаний Дина Дуа Майн Ивенс и Мэдисон-Сквиагарден Корпорейшн, чемпион мира по версиям WBA и IBF в тяжелом весе Ридик Боу проводит первую защиту своих чемпионских поясов в противостоянии с Майклом Доксом. Но только вот история этого поединка началась гораздо раньше, именно 13 ноября 1992 года, когда Ридик, победив Эвандера Халифилда единодушным решением судей, отбирает у него титул абсолютного чемпиона мира. Но только руководство Всемирного боксерского совета постановляет, что до 13 декабря 1992 года команды Ридика Боу и обязательного претендента Ленокса Льюиса должны достичь договоренностей о проведении поединка. Менеджер Боу Рок Ньюман сделал Леноксу предложение взять отступные в размере 9 миллионов долларов и позволить Боу провести защиту всех трех титулов, а потом провести с ним бой, гарантируя ему 3 миллиона долларов и разделение гонорара как 90% для Ридика и 10% для Ленокса. Но вот только менеджер Льюиса Фрэнк Мелоди сначала отвергся предложение Ньюмана, но потом согласился. Однако уже Ньюман послал Мелани куда подальше и 14 декабря 1992 года Ридик на пресс-конференции выбросил пояс чемпиона мира по версии WBC в мусорную корзину, заявив, если Льюис хочет получить этот чемпионский пояс, то пусть достанет его из мусорного ведра. Майкл Докс для поединка против Ридика Боу был выбран не случайно. Он владел титулом интерконтинентального чемпиона по версии WBC в тяжелом весе и занимал первую строчку рейтинга Всемирной боксерской ассоциации. И несмотря на столь высокую позицию, он явно не был бойцом, который стал бы угрозой для Ридика. Букмекеры оценили шансы на победу Боу как 20 к 1. При этом гонорар Ридика составил 7 миллионов долларов, а Майкл получал всего лишь 1 миллион. Арена Мэдисон Сквия Гарден вместила в свой барабан более 16 тысяч любителей бокса, что принесло организаторам чуть более 1 миллиона 600 тысяч долларов. И если говорить о поединке, то по сути его и не было. Боу начал бой с быстрого и точного джеба, скармливая таковой Доксу с завидным постоянством, подключая продолжение атаки кросс и серии боковых. Такая плотная работа заставила Докса замерзнуть и стать очень медленным. Даже его попытки атаковать в ответ были настолько затянутыми, что Боу без труда удавалось опережать его действия уже своими ударами. Полторы минуты первого раунда Боу скармливал свои удары Доксу, пока его правый прямой, а затем серия боковых не бросила Майкла на канаты. Реферист Джо Сантарпи отдал команду стоп и начал отчитывать нокдаун Доксу, доведя счет до 8, после чего и позволил поединку продолжиться. И вот с этого момента Боу дикими спуртами начинает бомбить Докса и нанес ему более двух дюжин ударов, которые Докс оставил без ответа, что в свою очередь вынудила Сантария остановить поединок, объясняя причину остановки так. Я видел глаза Докса и в них не было ясности, они были стеклянными. Если бы я не остановил бой, Докса ожидал бы ужасный конец. И победа Ридика Боу техническим нокаутом в первом раунде. И после этого боя Ридик защитил свой титул чемпиона мира по версии WBA в мае 1993 года с победой над Джесси Фергюсоном, чтобы во втором поединке против Эвендера Холлифилда, состоявшемся в ноябре того же года, потерять пояса чемпионом по версиям WBA и IBF, проиграв Холли решением большинства. Но это уже другая история, к которой мы обязательно вернемся. 28 января 2022 года в Киеве Владимир Верчес ушел к небесному рингу. Он родился 18 августа 1973 года в Каховке, занимался академической греблей, но неуемный характер привел Владимира в Киев, где он начал заниматься боксом. Проведя на любительском ринге 7 поединков, Верчес дебютирует в профи 24 августа 1994 года с победой нокаутом над Андреем Алийником. За 10 лет карьеры профессионального боксера Владимир владел титулами чемпиона Украины, интерконтинентальных чемпионов по версиям WBO и IBF, поясом чемпиона Европы по версии Европейского боксерского союза. Алтскульный стиль Владимира всегда привлекал интерес любителей бокса своей жесткостью и заточенностью именно на победу нокаутом. Последний раз Владимир вышел в ринг 24 октября 2009 года, победив в шести раундах Эдгарса Калмерса. Всего на профессиональном ринге Владимир провел 28 поединков, выиграв 26 боев и 21 бой, выиграв нокаутом и проиграв всего два боя. Мы выражаем соболезнования родным и близким Владимира. Прощай чемпион, друг, брат и тренер. Прощай чемпион. В своих письмах, которые вы адресуете нам на нашу электронную почту, а также в мессенджерах Telegram и Viber, вы задаете нам вопросы, на которые мы отвечаем уже в выпусках The Ring Show. В этот раз вы спрашиваете, если боксер владеет несколькими титулами чемпионов мира, то как понять, по какой версии происходит защита и почему иногда на кону в поединке стоят то несколько поясов чемпионов мира, то только один титул. Для начала давайте определимся с правилами защиты титула чемпиона мира, независимо от версии. Обязательная защита проводится раз в год или раз в 364 дня против боксера, признанного комитетом по проведению чемпионских поединков в качестве обязательного претендента или же претендента для добровольной защиты чемпионом своего титула. Во втором случае боксер должен занимать место в рейтинге не ниже 15-го. Если боксер имеет несколько чемпионских поясов, то очередность защит зависит от очередности завоевания титулов его обладателем, ну и обязанности по защите переходят на победившего его претендента. Так что давайте разберемся, как работает правило очередности на примере поединка Энтони Джошуа против Александра Усика. Итак, Александр, добровольно отказавшись от титула чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе, согласно правилам всемирной боксерской организации, получил внеочередное право оспаривать титул чемпиона мира в хэви-вейт. То есть санкцию на поединок Энтони Джошуа против Александра Усика давал комитет по проведению чемпионских поединков WBO. И именно промоутерская компания Александра Усика оплатила санкцию на проведение этого боя. Далее промоутерская компания Усика оплатила и санкция на проведение боев за титулы чемпионов мира по версиям IBF и WBA Super, что и позволило проводить поединок за три чемпионских пояса. Александр победил Джошуа и стал обладателем всех трех чемпионских титулов. После проведения матча реванша, в котором главным является титул чемпиона мира по версии WBO, а чемпионские пояса WBA Super и IBF идут прицепом, победитель будет обязан согласно очередности защитить титул чемпиона мира по версии IBF, а затем защитить титул супер чемпиона мира по версии WBA в противостоянии с обладателем обыкновенного чемпионского пояса. Отчет защит следует вести от завоевания титулов Владимиром Кличко, где он сначала завоевал пояс чемпиона мира по версии IBF в противостоянии с Крисбердом, затем пояс чемпиона мира по версии WBO с победой над Султаном Ибрадимовым и WBA с победой над Русланом Чагаевым. Но вы вправе спросить, а что будет, если промоутер претендента принимает решение оплатить санкцию на проведение поединка только за один титул? Что же будет с другими чемпионскими поясами в этом случае? И объясняя эту ситуацию, мы также обращаемся к карьере Владимира Кличко. Но промоутеры обязательного претендента по версии IBF Кубрата Пулева согласились оплатить только одну санкцию, а именно по версии Международной боксерской федерации. Так что Владимир в противостоянии с Кубратом Пулевым защищал только титул чемпиона мира по версии IBF. Если вы помните, он победил Кубрата нокаутом в пятом раунде и отстоял свой титул. Но вот если бы Владимир, не дай бог, проиграл, то Кубрат стал бы чемпионом мира лишь только по версии IBF. А вот другие титулы чемпиона мира по версии WBA Super и WBO стали бы вакантными. Так что, чтобы понять, какой титул является первоочередным среди других, важно внимательно проанализировать рейкорд чемпиона и проследить, какой же титул им был завоеван первым, а какие уже были завоеваны потом. И да, давайте не забывать о переуступках очередности, когда обязательный претендент получает откупные для того, чтобы уступить свою очередь претендента другому бойцу. В общем, учет, контроль и форс-мажоры, которые щедро оплачиваются. В наступающем уикенде нас ожидает три вечера бокса, а внутри таковых, надеемся, весьма интригующие и зрелищные поединки. И обвинять в таковом следует Банджамина Шалома из Ultimate BoxSR, Эдди Хирна из Matchroom Boxing и Тома Брауна из TGB Promotion. Начнем анализировать поединки наступающего уикенда с ивента на Matterpoint Arena, что в Кардиффе у Эльса Бенджамина Шалома, который состоится в субботу вечером. В андеркарте интересно будет посмотреть на возвращение после годового простоя 31-летнего Отто Валина, что проведет 6 раундов против 35-летнего Камила Соколовски. Для нас весьма странно выглядит как дистанция боя, так и выбор соперника для Отто. После так и не состоявшегося боя против Делиана Уайта кандидатура Соколовски выглядит не совсем понятным. Но может быть дело в том, что команда Уолина не хочет рисковать, и поединок против Камила это попытка сбросить ржавчину перед более значными боями. Мы же прогнозируем, что Валин пройдет все 6 раундов боя, победив Соколовски единодушным решением судей. Камил обладает достаточным опытом выживания, чтобы сделать это. Но если Отто хочет досрочной победы, то он должен быть весьма убедительным в своих действиях. В центральной части ивента мы назовем противостояние чемпионки мира по версиям WBC, WBA и IB в среднем весе 26-летней Кларисы Шилдс против 23-летней Эмы Козин, не иначе как мисс матч. Результат этого поединка несложно предсказать. Это победа Кларисы единодушным решением судей или даже нокаутом в последних раундах боя. Шилдс недаром называют Терексом. Она сильная, очень упряма в своих плотных атаках, которыми и ломает своих соперниц. Единственное средство противодействия прессингу Кларисы – быстрые ноги, молниеносные удары и динамит в варежках. У Эмы есть чистые от проигрышей рекордс и весьма пристойное количество побед нокаутом. Но вот с другой стороны, оппозиция ее была слабой. Так что вопрос, насколько же Козин может противостоять нависанию и ударам от Кларисы еще тот. Ну а для нас победа Шилдс весьма предсказуема. И это будет, как мы говорили, победа решением судей. И в главном поединке ивента 32-летний Крис Юбенк и 29-летний Лиам Уильямс наконец-то оформят свои отношения, поскольку 11 декабря прошлого года их бой не состоялся по причине травмы правого плеча Уильямса. А в начале января уже сего года британская комиссия контроля бокса и заслуженной ситуации с коронавирусной, вызванной появлением нового штамма Омикрона, перенесла их бой на 29 января, а затем и на 5 февраля. В предстоящем поединке Лиам будет возвращаться после своего поражения в апреле прошлого года единодушным решением судей, чемпиону мира по версии WBO в среднем весе Диметриусу Андраде. И, что вполне естественно, для него важным будет вернуться с победой. Но вот только в противостоянии с Крис Юбенком это вряд ли получится, хотя зрелищность и интриги в поединке Лиам Уильямс постарается добавить, что называется, с лихвой. Проблемы Лиама Уильямса в том, что он страшно нескоординированный боец, особенно когда надо бить и передвигаться. Он чистый сухостой, который здорово умеет махать руками, при этом передвигаясь на минимальных дистанциях, с которых и наносит свои удары. Крис Юбенк вроде бы как и обучен более качественно, а его класс бокса вроде бы как и повыше, но вот в боях даже с посредственными соперниками это не слишком заметно. Юбенк выбирает самое трэшовое решение эпизодов среди самых трэшовых. Казалось бы, держись на дистанции, работай джебом для того, чтобы разбивать соперника, выцеливая свой удар право и ожидая момента для более плотной, мощной, а главное, результативной атаки. Но Крис лезет вперед, что называется, голыми пятками на шашку, тот ходит назад, низко кланяясь сопернику, что должно напоминать вроде бы как защиту уклонами. И дико то, что боксер с хорошим потенциалом превратился посредственно бойца, который побеждает не потому, что он лучше, а потому, что его соперники хуже. Крис Юбенк, по нашему мнению, переэпизодит, перемашет и перебьет Риама Вильямса единодушным решением судей, в очередной раз доказав, что будущее его имеет смысл только в одном случае, когда Жармал Чарло, Геннадий Головкин, Риота Мурата пойдут вслед за Деметриусом Андраде во второй средний вес. В воскресенье ночью Эгди Хирн представит свой ивент на арене Фудпринт, что в Фениксе, штат Аризона, где интересным для нас станет главный бой, 35-летний Викасил Ван Гек или Срикасет Сор Рунгвисай будет оспаривать вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в первом легчайшем весе в противостоянии с 33-летним Карлосом Куадросом. Напомню, что этот поединок стал возможным после того, как чемпион мира по версии WBC и WBA в суперфлавой Хуан Франциско Эстрада, вместо того, чтобы провести обязательную защиту против Рунгвисай, сделал шаг навстречу третьему бою против Романа Гонсалеса. Для этого Эстрада обменял реальный титул чемпиона мира WBC на бумажный титул франшизного чемпиона, предоставив Рунгвисай и Куадросу разобраться между собой, кто же из них станет чемпионом. Рунгвисай и Куадрос просто созданы для того, чтобы явить миру зрелищный и интригующий бой. Рунгвисай – боец откровенно атакующего стиля, который не столько идет, сколько прет вперед, раздавая удары по этажам соперника. Причем в его размашистых ударах присутствует акцент. И вот если бы Рунгвисай не проводил свои атаки на пятках, то сносил бы соперников просто на раз. Куадрос – боец Mexican Style, который не просто пренебрегает защиты, у него как таковая отсутствует. Он слишком много ударов принимает на себя, что в противостоянии с Рунгвисаем может ему аукнуться тем, что уже к середине боя он пропустит от Срикосета большой тоннаж таковых, и это скажется на его функциональности. До финального гонга Куадрос будет сохранять шанс достать Рунгвисая сильным ударом, чтобы получить возможность продолжить атаку и удосрочить его. Но мы склоняемся к тому, что Рунгвисай переработает Куадроса на полной дистанции поединка, закончив таковой победой на картах всех трех судей. И завершим уикенд вечером бокса, который состоится рано утром на Мишлоп Ультра-Арена комплекса Мандалайбей, Лас-Вегас-Невада, где Том Браун представит четыре крутых боя. В главном поединке ивента 33-летний Кит Чорман и 26-летний Марио Бариус будут возвращаться после проигрыша в своих последних боях. Напомню, что Кит проиграл разделенным решением судей чемпиону мира по версии WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо в июле 2019 года, а Бариус эпично проиграл свой титул чемпиона мира по версии WBA в первом полусреднем весе Джервонте Дэвису техническим нокаутом в 11-м раунде. Поединок Кита против Бариуса следует охарактеризовать как противостояние высококлассного боксера против бойца, любящего открытый обмен ударами. Главный вопрос, в какой форме находится Терман, что уже два с половиной года провел в простое. С одной стороны, он вроде бы как здорово отдохнул и соскучился по боксу, но с другой стороны, интересно, они притупились за столь долгий простой класс и инстинкты Термана. И также вопрос, насколько Бариус восстановился за неполных 7 месяцев с момента проигрыша Джервонте. Но давайте надеяться, что Кит Терман и Марио Бариус находятся в своих топовых формах и готовы показать максимум из того, что есть в их стилях и сердцах. Бариус благодаря преимуществу в размахе рук имеет возможность работать с дистанцией, как и в прошлых своих поединках, нанося мощный быстрый джеб по этажам и запуская широкие удары из-под разных углов. Но проблема Бариуса в том, что на ближней дистанции он провисает и зачастую становится открытым для ударов соперника. Терман также очень хорошо работает с дистанцией на сближении, только вот в отличие от Бариуса он куда более скоординирован и точен в работе комбинациями и сериями в инфайте. Мы предвидим, что бой пройдет полную дистанцию и решением судей победит Терман. В андеркарте с удовольствием посмотрим на поединок 33-летнего Лео Санта Круса, возвращающегося после проигрыша нокаутом в шестом раунде Джервонте Дэвису в октябре 2020 года. Он выйдет в ринг против 30-летнего Кинана Карбахала. Крус, понятное дело, в этом поединке является фаворитом. Только вот Кинан повыше Круса, а его руки подлиннее, что должно давать Карбахалу преимущество в работе на дистанции. Только вот Лео Санта имеет преимущество в скорости, скоординированности и защите. Бой может пройти полную дистанцию или же закончится досрочно, но и в том и другом случае это будет победа Круса за счет опыта и более качественного бокса. Также зрелищным и интригующим будет бой, в котором 27-летний Луис Нерри будет возвращаться после поражения от Брайана Фигуэра нокаутом в седьмом раунде и потери титула чемпиона мира по версии WBC в первом полулегком весе в мае прошлого года. Его соперник, 27-летний Карлос Кастро, весьма опасный боец, который хоть и не может похвастаться высоким классом бокса, но вот его стойкость, в которой он проглатывает удары соперников и жесткость, с которыми он ломает своих оппонентов, вызывает уважение. Так что Луис Сантери ждет очень серьезный соперник и ему придется включить весь свой опыт и умение, чтобы перебоксировать Карлоса. Единственное, что может сработать против Кастро, так это то, что он позволит Луису нанести по себе пару акцентированных ударов. Если раньше Карлос держал удары, то в этот раз подобное может стать для него фатальным. В принципе, мы разделим шансы на победу 50 на 50, но верим, что именно Луис Нерри сможет закончить бой своей победой. А вот будет ли она досрочной или решением судей, узнаем в воскресенье рано утром. Ну вот и все, что мы хотели вам рассказать в этом выпуске. Приглашаю каждого из вас находить наш канал The Ring Show на YouTube, обязательно подписываться на него и проверять свои подписки, переподписавшись, если это необходимо. Я прошу вас делиться нашими видео, помогая нам завоевать еще большую аудиторию. Жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий, выбрав при этом получение абсолютно всех уведомлений и, конечно же, оставляйте свои комментарии и лайки. Ищите The Ring Show в пабликах и социальных сетях Instagram, Twitter, Telegram, Viber, становитесь друзьями на нашей странице Facebook. И также приглашаем вас заходить на наш информационно-аналитический ресурс theringshow.com, где вас ожидает много различной, ну а самое главное интересной информации. И ждем ваших писем на адрес нашей электронной почты theringshow.gmail.com. И помните, где бы вы ни были, и что бы с вами ни происходило, все всегда будет бокс!